МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как в Бармавире городские погосты готовят к проведению православных праздников, расскажет Юлия Чернышева. Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома по Ефремово. Памятник летчику-космонавту Виктору Горбатко появился в центре города на торжественном открытии побывала Ирина Чупина. Самый зеленый муниципалитет края остается в прежнем статусе. Что для этого делается, узнавала она Мельченко. В Старой Станице продолжается строительство нового учебного корпуса на территории школы номер 25. Эта стройка была заморожена в 1992 году из-за отсутствия финансирования. Но в прошлом 2017 году краевые власти выделили средства и работы возобновились. Глава Армавира Андрей Харченко проинспектировал строительную площадку 25-й школы и провел здесь совещание по текущим работам. Сейчас заканчивают возведение стен третьего этажа, устанавливают окна. В скором времени строители приступят к кровельным работам. Чтобы не допустить отставания по графику, градоначальник поручил подрядчикам увеличить количество специалистов на объекте, а также параллельно с возведением здания приступать к благоустройству прилегающей территории и устанавливать ограждения. Общий объем средств, выделенных на строительство объекта, составил более 200 миллионов рублей. После реконструкции в школе появятся дополнительные 220 мест, и она станет 11-летней. Кроме того, сократится количество обучающихся во вторую смену. Ввести в эксплуатацию новый корпус школы планируется 1 сентября этого года. Марина Бартенева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Вокруг Белина и Зелена тщательно убраны места упокоения. На семи погостах Армавира торопливо идет уборка территорий. Порядок на могилах родственников в большинстве своем уже навели армавирцы. Успеть до Пасхи торопятся и коммунальные службы города. Уже которую неделю их многочисленная техника нарушает вечную тишину здешних мест. На 120 гектарах Армавирских кладбищ они должны до 6 апреля провести ямочный ремонт асфальтных дорог, награвийных грядирования, ремонт водопровода. Там, где того требуют, установить биотуалеты, убрать стихийные свалки, покрасить лавочки, побелить деревья и многое другое. Львиная доля из этого длинного списка дел уже выполнена, рассказывает начальник отдела по вопросам похоронного дела администрации города Андрей Андрейцов. Хотелось бы обратиться к жителям города Армавира, чтобы они посетили места захоронения своих близких и родственников и навели там надлежащий санитарный порядок православным праздником. В связи с вышеперечисленными работами въезд на кладбище ограничен, кроме инвалидов всех групп, ну и участников Великой Отечественной войны. По просьбе главы Армавира с наведением санитарного порядка на кладбище в целом и отдельно на могилах ветеранов Великой Отечественной войны помогают сотрудники промышленных предприятий и учебных заведений города. В связи с подготовкой погостов к православным праздникам въезд на территорию кладбища ограничен по 6 апреля до 16.00. В субботу 7 апреля движение будет ограничено до 14.00, а в дни Пасхи и Радоницы до 17.00. Светлые праздники на некоторых улицах города дорожное движение будет разрешено только общественному транспорту на кладбище и обратно, а также на церковные богослужения и опять до нужной остановки на Пасху и Радоницу армавирцев доставят муниципальные автобусы. Вместе с тем увеличится время работы некоторых маршрутов. Так, в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров от Свято-Никольского кафедрального собора по улице Комсомольской до микрорайона Азовская до часа ночи. А в воскресенье 8 и 17 апреля на Радоницу движение общественного транспорта на городское кладбище организуют с 7 часов утра из следующих отправных точек. С улицы Азовская, от железнодорожного вокзала Армавир, Ростовский, от СПК Восток, из микрорайонов Кирпичный и Северный, из Старой Станицы и из района Линии. Для удобства пассажиров до 23 апреля маршруты номер 6, 29 и 30 работают заездом на новое кладбище район поселка Заветного. По требованиям, а тем, кто все же решил сесть за руль в эти дни, придется изучить пути объезда. 8 и 17 апреля с 7 часов утра до 5 дня будет ограничено движение автотранспорта, кроме общественного, по улице Советской армии, от улицы Татьяны Соломахи до Лавриненко. Объезд будет организован по улицам Советской армии, Татьяны Соломахи, Маяковской, Лавриненко. Допускается проезд по Советской армии до Маяковского инвалидов и граждан преклонного возраста. Юлия Чернышова, Александр Джирелеев, служба новостей Армавира. Среду, 4 апреля, в многоэтажном доме по улице Ефремова, 111, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны. Около половины 10 утра горела квартира на 8 этаже. Очаг возгорания находился на кухне. Его удалось быстро локализовать. Предварительная причина ЧП – неисправность газовой плиты. Жертвы пострадавших нет. Известно, что пришлось эвакуировать жильцу в нескольких квартир, расположенных этажом выше. Торжественное открытие памятника летчику-космонавту генерал-майору, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину Армавира Виктору Васильевичу Горбатко, состоялось в Армавире. Скульптуру, выполненную из бронзы, установили на гранитном постаменте в сквере по улице Кирова на пересечении с Комсомольской. Сегодня я хочу обратиться к ребятам, к молодежи. Нас всех воспитывали на подвигах, на подвигах таких людей, как уважаемый Виктор Васильевич Горбатко. Я хочу всем вам пожелать, чтобы мы в своих действиях, в своей работе, в своих поступках знали этих людей, знали людей, которые отдали свое здоровье, свои силы ради служения нашей Родины, ради того, чтобы наша страна была сильнее, могущественнее. Мы все гордимся нашим городом, его историей, но историю делают люди. И вот этот великий человек, великий космонавт, который говорил, что моя жизнь – это космос. И когда он совершил свой подвиг, потом он сказал, что служить космосу я буду на Земле и буду рассказывать молодому поколению, что самое главное, что есть у человека – это его Родина. И он положил этому делу всю свою жизнь. В сквере, где установлен постамент, вырос большой платан. Это дерево посадил сам Виктор Васильевич 17 декабря 1969 года в память о своем пребывании в нашем городе. На открытие памятника приехали люди, которые дружили с именитым космонавтом, а также его вдова Алла Викторовна Горбатко. Я очень признательна людям, которые делали для того, чтобы этот памятник в Бронде стоял здесь, в городе Армавире, который он любил. Он любил всю Кубань. Для него это было очень значимо. И это дерево он, будучи здесь, всегда навещал. Спасибо вам огромное. Спасибо. Теперь он будет всегда с вами в Бронде. И он это заслужил. Отмечу, что скульптурная композиция была установлена на средства мецената Дживана Челаянца. Гость Армавира поздравил жителей со значимым событием в жизни города. Нет ничего дороже в жизни, чем то, что люди помнят тех, кто был рядом с ними, кто сделал много для страны, для людей. Это самое главное в жизни. Я надеюсь, что ваш город с каждым годом будет краше и краше. Я надеюсь, что вы, как жители этого города, будете принимать в этом самое активное участие. В завершении мероприятия к постаменту Виктору Васильевичу Горбатко все присутствующие возложили живые цветы. Еще один мемориал будет служить знаком памяти славных подвигов советского народа. Ирина Чупина, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Сохранение зеленых зон. Этой теме в мэрии города уделяется достаточно пристальное внимание. Ведь Армавир является самым зеленым городом Краснодарского края. А в прошлом году все территории в городе, занятые зелеными насаждениями, поставлены на государственный кадастровый учет. Никто сегодня по своему желанию не сможет никогда в зеленых зонах города Армавира что-то построить. Сегодня это особо охраняемые зоны. Там ничего никогда происходить не будет. Поэтому вот такие работы были проведены также администрацией города в 2017 году. В число зеленых зон входят не только скверы, парки, но и городская роща. Здесь запрещено строительство, вырубка деревьев. Надо сказать, за счет конкурсных программ и экономии средств удалось осуществить большой объем работ. Нам удалось еще за счет экономии, как я сказал, отыграть дополнительно в конце года работы. И у нас в поселке Юбилейном, для жителей поселка Юбилейного, также выполнялись работы по благоустройству единственной зоны в поселке Юбилейном. Поэтому вот я думаю, что жители этого поселка тоже должны оценить. Этой весной на данном участке будут выполнены работы, которые были намечены ранее. Стоит отметить, в Армавире накоплен большой положительный опыт по строительству экологических зон. Немаловажную роль в этом играют и два крупных предприятия по зеленению, расположенных на территории города. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин